Доброе утречка! Собралась, значит, я ехать на пляж с подругами. И, короче, что-то меня последние пару дней беспокоил момент с моим выхлопом. Или я не понимала, короче, что происходит. Я ехала и как бы... Я даже по-русски не могу это объяснить. Ты как бы едешь и у тебя в моменте немного будто бы теряется... Пропадает полностью звук, пропадает мощь. Но через 2-3 секунды как бы ты продолжаешь нормально ехать. Короче, я приехала и, оказывается, у меня мой прекрасный вот этот товарищ подразъебан в говно. Дело в том, что меня сейчас еще ждут. Я заехала чисто так глянуть. А еще, походу, блядь, сейчас ремонтировали. Вот такой вот пиздец. Нужно каждую мелочь, которую вы получите на дороге, не ту, которая должна быть, нужно ехать проверять. Кстати, пользуюсь случаем, пока блядь камера взяла. Вот. Я не помню, показывала я вам или нет. Я в такой байк сделала. Можно рисовать. Но он очень красиво смотрится по вечерам, потому что он блестит пиздец. Но его тоже скоро снимать. Не знаю, что там новенького придумали. Уже все вот пиксят, чинят. Это, кстати, мой старый-старый выход. Как раз идеально подошел. Вот этот мне подошел, Грукович. Так. Ну и мой будут чинить. Сказали, послезавтра уже можно приехать. Все как по-старому. Получит. Вот после кастры приеду, уже все починят. И для меня это красно. И что, вот мы уже, скажем так, на палубе практически. Я уже подбухиваю чуть-чуть. Раз два дня. Кто приехали, уже посадки заплатили за вход. Вход на пляж. Но нужно отдать должное. Нам должны, по идее, дать косяк. Ладно, еще. Лежак. Вот такой вот пляж. Ну, блядь, русский, курыст. То вся хуйня. Ну, как минимум, новая локация. Я здесь никогда не была, поэтому, в целом, можно рассмотреть этот варик, наверное, для отдыха. Кстати, лодка, естественно, тоже была платная. Получается, вообще, два кастрябата на лодку, но мы, типа, допизделись за 1800. Пока что выглядит прям супер туристическое место. О, съездили отдохнуть, да, с туристического пакета. Мне сказали, нам дают лежаки, но нам их не дают, нам пришлось их спиздить, вообще-то. Вот, мы все передвинули. Еще я спросила, так, это что, все? То есть, вот этот вот пляж и все. Мне говорят, да, зато здесь душ пиздатый. Зато помоюсь. В целом, мы просто будем здесь тусить. Нихуя вам не поспали. Мы уже едем обратно. Но было прикольно, можно позагореть, вот, точнее, сгореть хуя. И красиво, очень вода прозрачная, можно подснортились, посмотреть ежей. Очень много ежей морских под водой. В целом, клевое место, потому что здесь очень много европейцев. Русские есть, но их немного. Вот, поэтому мы уже даже познакомились с какими-то французами. И, точнее, они с нами с нас уже позвали на какую-то, типа, нацовем это дневной вечеринкой на пляж. Скоро пойдем тусить. Ну что, как и обещала, взяла меховой патруль. И вон сейчас еще не подозревают, что они едут на море. Так, вот мы уже подъезжаем. Смотрите, какая она слабая цвета здесь. У нас куча деревьев. Сейчас выйдем, когда покажу. Вот, и мистер кристалл здесь может на пляже гулять свободно. Практически. Ну, как свободно с коляской, но зато на ходу. Потому что не на всех пляжах можно это сделать, на колесах. Сосинки или что-нибудь. А, собачка. Сейчас пизделка будет походу. Птички поют, и тишина, и красота. Господи, обожаю это место. Как ты сам спрыгнешь? Ой, блядь. Рик увидит пизды, да? Вымашеньку. Куда ты пополз? Куда? Так, и, кстати, вот как мы ездим, обязательно покрывальца. Куда ты пополз-то, подожди. Так, у нас вот колясочка. Мистер Кристалл. О, какой красивый Кристалл уже радуется. Новая локация, блядь. Два месяца, нахуй, никуда не выезжали. Ну, уже весь черный. Ага. Кристалл, блядь, насрал. Пиздюк. Вот такая вот локация, как я говорила. Теде Кристи. Ой, сладкий. Стандартный наборчик. Теде Кристи. Эта вот локация мне сильно нравится, потому что здесь много деревьев. Смотрите, какой здесь. Но сегодня слишком дохуя народу. Кристалл схавал какую-то хуйню. Потом ты рискать будешь. Вот Кристи, ничего. Ради таких монентиков, конечно, ездить вообще хочется каждый раз. Вот маленький дружок. Бежит пирожом. Вообще, на этом пляже, кстати, очень много европейцев и много собак. Вот поэтому Кристи это идеально место подходит. Пошли. Побежали. Ага. Ну, что, встрял? Встрял, до воды пойдем? Аж таки отпрыгнет. Тут не глубоко, а так-то она пиздец как плавает быстро. Вы бы знали. Ну, все, довольный пиздец. Сейчас даже коляску уберу, чтобы ты о ней пока забыл. Пиши, ты там шагаешь. Куда ты пошел? Мы сейчас идем к тебе. К тебе идем. Дядя, привет! Ложись, отдыхай. Какого я еще не делала. Давай заходи. Пойдем, сполоснешься. Кристалл в женском туалете. Кристалл, куда я иду? Иди. Первый готов. Давай. Как бы это странно не выглядело. Это единственный душ. Это штыкет. Тут коляску спряталась. Штыкет спряталась. Доброе утречко. Вот и снова опухшие личики вальчики в эфире. Сегодня приехали с мистером Кристаллом штыкетиком пытаться гулять. Пока у нас машина есть, я их вожу по их местам, в которые они в целом периодически приезжают, но в последнее время редко. Кристалл у нас уже отличился. Разъебал коляску. Да, дядя, видите, у него такой, как будто бы он несет ее сам на себе. Тут не хватает такой штучки, которая оторвалась, потому что дядя Кристия не хотел перепрыгивать в забор, блядь. Конечно, по понятным причинам, но он, в общем, идет и слабенько. Приехали на дамбу, здесь очень классное место. Вообще здесь гулять с собаками, блядь, запрещено, но мы любим правила нарушать, да? Как оказалось, то в отеле пронести, то на дамбу провести. У ребят все хорошо, ребята отдыхают. Либо я сужу по себе, либо, не знаю, мне кажется, что животные все-таки должны периодически находиться в разных локациях. Даже если они живут на даче, условно, у них хорошая территория, все равно для общего развития какие-то должны быть интересные места. Ну вот, в одно из них мы сегодня приехали. Конечно, если бы Кристик мог ходить, он бы уже вот искупался, по-любому. Здесь хороший заход, потому что какие-то пока что-то не устраивает. Она вот выклалась там дальше, где более сложный заход. Вот оно, блядь, тайские, нахуй, работники. Приехала, сейчас заехала в сервис, который мне обещали, и переспрашивала 20 раз. Точно сделайте? Будет готово? Да, я сейчас говорю о моем экзоусте. Экзоусте, это мой в коробке лежит, блядь, выхлоп. Пиздец, я приезжаю, нихуя, никто не сделал вообще, нахуй, кому что-то. Буду брать себе на район и чинить там. Просто, нахуя обещать, я живу в другой части острова, блядь. Хуй с ними, ну, блядь, лишний раз доказали, что тайцы, это тайцы. Вот так, сервис. Так, ну что, мне пришло вот полотно. И сейчас я его пытаюсь разобрать, точнее, собрать, вон, все кипалки. Ткань сама еще не пришла, чтобы на ней нитками что-то вышивать. Да, штекет? Пока, ждем. Эта штука должна выглядеть вот так. Смотрю, у меня одна деталь, делал уже писать продавцу, что, типа, что, у меня не хватает, а они, вон, что я же подвытащила, а они впилили сюда все это. Все это. И пиздец, конечно, осторожно. Вот, и они замаскировали это вот все внутри. Поэтому такая же часть есть, с другой стороны. Сейчас буду складывать. Ну, что, едем за байком? Мне сегодня пришел мой глушитель новый, потому что старый у меня разъебался весь. Поэтому я уже отвезла свой байк и еду обратно на доске. Должны поставить глушитель, будет все заебись. Буду, как раньше, ездить громко. Люблю шуметь. Вот, еще приехал мех. Но вы уже в телеге видели, я вам покажу чуть позже. Он вообще, блядь, другого цвета, не ротового. Он, блядь, желтого цвета, тоже покажу. Надеюсь, завтра уже начну делать, отклеивать. Так, слишком шумно, да? И, собственно, будет уже готовый полноценный байк. И громкий, и красивый. Главное, пушистый. Извините, петушочки. Мовой стоит. Что-то он какие-то там детали еще ищет. Саварик, а? Everything ok? This, this, this. You don't have? No. Yeah, yeah. Короче, нету штуки, которые закрепляют. Сахо его знает, что делать. Это будет сейчас, наверное, мутить. Честно, хотелось бы уже поехать на нем, конечно. Так-то мне еще на тайский бокс сегодня. Ну, короче, вроде получается. Вот эта штука, которая была моя, он ее заменил. У него, оказывается, была еще одна. Здесь трещина вон. Он сейчас все разогнул. Вроде как подходит к размеру, но сложновато будет. Ну что, попробуем заводить. Вот это уже другой звук. И не то, что вот этот маленький. Дядька, молодец. Ребята, посмотрите. Во-первых, сюда. А во-вторых, вот сюда. Просто unreal. Как красиво. Красиво. Приехала в красивое местечко. Точнее, еще еду. Я скоро все покажу. Дорога просто здесь красивая. Скоро будем смотреть на красивое место, куда в кой-то веке я решила выехать. Сегодня я приехала в новое местечко. Это не Пхукет, это за пределами. Один час езды на байке. Ну, 50 минут. Кстати, офигенно ехать, конечно, по пустым дорогам, без пробок. И когда дорога хорошая, не считая закоулков, которые уже на подъезде здесь. Наверное, кто-то из вас уже слышал то, что здесь новая развлекуха. Ну, точнее, новый заработок для тайцев появился. Стеклянный мост, по которому вы можете пройти. Опять же, он только построен. Сейчас еще будем проверять, может быть, мы еще упадем. Вход туда 500 бат, сейчас все посмотрим, это то, что знаю я. Да. Кстати, мне делали недавно предложение, и я сказала нет. О, че надо? Короче, это называется Бийонт Скай Волк, или как там, я не помню, третье слово. Находится он там же, где саммит Вьюпоинт, бухта Пангна. Там красивое местечко, ну, я имею в виду вообще вот эти вот горы. Тут, по всей видимости, отстраивают бунгало, как отельчик, то есть, чтобы вы просыпались с наикрасивейшим видом. Окна от пола до потолка, окна расположены в эту сторону, то есть в ту, на красивый вид го. Кстати, смотрите, какие пиздатые. Блядь, ну, надо ночью показывать. Не знаю, блестеть будет тут или нет. Такие шнурки сидят, или нет. А, так и называется, да, все правильно, Бийонт Скай Волк. Короче, вот, посмотрите, здесь там 500 бат вход. Ну, вся информация будет для Russian people. Как хорошо, что мне платить не надо сегодня. Все, билеты куплены, 500 бат. И вот вас ожидает такой пикап, на котором вы поедете, собственно, до самого верха, потому что пешком, наверное, слишком до хуя идти. Я уже спросила, сколько здесь стоит отельчик. Савардика. I don't speak Russian, sorry. I'm from China. И я уже узнала, что здесь, да, отель типа ночь. Ну, пока что, пока идет у них вот эта реконструкция, не реконструкция, в целом стройка, 5,5 тысяч бат. У вас включен завтрак и обед, что немаловажно. Вот, поэтому вы такие, ну, блядь, отсюда не увидите, сейчас будем проезжать, может, подсниму. Вообще интересно, мне кажется, можно снять такой отельчик и сожрать там грибы с красивым видом. Упрыгну с моста. Вот мы проезжаем в отелье Бунгало, отельчики, которые еще в процессе, все работают на жаре, бедняги. Вот, и такое вот 5,5 тысяч бат. Просто еще какой-то есть, вы не видите, разные. Вон там внутри, как прозрачное, как я люблю. И вот, вид красивый. Что, мы подъехали уже к нашему мостику, до него, чтобы добраться, нужно всего лишь зайти в этот лифт. Хотела показать, какой здесь красивый вид, без вот этих столбов. Но мы сейчас его увидим. Народу пока что, я вижу, немного абсолютно, что радует. Конечно, все, наверное, здесь были с самого утра. Открывается это место уже с 6 утра. Работает до 7 вечера, то есть, как бы, от рассвета до заката. Смотрим, что там по хавке еще. Хотя я поел сам. Ну, прикольно, наверное, здесь проснулся. Ну, блядь, не хочется, конечно, просыпаться под шум сверл из всяких таких штучек. Оба, это кто-то. Хотела показать пока что такие виды, как все здесь устроено. Потому что хуй знает, может, из вас никто сюда никогда не доберется. А сейчас идем, как будто бы вместе. О, я 2 дня сегодня, 2 дня назад тоже стекла. Все пока что чистенько, пока, ну, все в процессе, убирается. Куда, блядь, скайбол? Вот, идем, короче, поднимаемся. Здесь вам выдают специальные топотули. А пунктах на дроне летать нельзя. Да, их выясним, у меня тут рона больше нет, я ее продала. О чем жили. Вот у вас специальные ботинки. Вот такие вот. Ну что, друзья, поехали! Напоминаю, что это мост. Он прозрачный из стекла. Какая красная ванна в форме яичка. Такие бунгало. Видите, еще нихуя не достроено. Прикольно смотрится. Конечно, когда здесь все будет уже работать в полную силу, будет прям супер, мне кажется. Стекла пока что не затопчены, но это временно. Вот такая вот красивая долина. Классно, что еще пока что, на самом деле, нет народу, что я могу идти пиздеть. Никто не будет свои ебла оборачивать, что он наматом кроет. Здесь они, видите, хотят цветочки посадить, ну, уже посадили, ждут процветания, расцветания. Там вот рейсик, то есть вы проходите весь мост и можете пожрать. Хотела бы сказать на галяву, но вы уже типа оплатили это в билете. Короче, мы прошли вот весь мост, и здесь есть зоны отдыха, где можно сесть пожрать. Цветочки, все украшено. На вид, конечно, вообще бомба. Твой проек. Thank you. Так, ладненько, хорошо. Вот едет, смотрим, что тут у нас есть. Выбрали себе стол. Люди, оказывается, все здесь сидели. Вот есть у нас здесь рис. О, с курицей заебись. То, что нужно. Тоже, блядь, с курицей. Кубанат, чикен. Вот это очень вкусный соло с тайским яйцем. Дизердечки, яйца. Но я, блядь, ем только свои яйца. Чикен. Для веганов прям заебись. И опять чикен. Яйцо, помидоры, курцы, подростки. То есть похоже на смеси, на хен. Вот это типа яйца. Похоже веяцем, да? Как соленье, кстати. Карбонары едет. Сосиски. Сосиски. Ну, вот, собственно, мой отдел. Ну, я вон арбуз. Ну, я, собственно, ни на что не рассчитывала. Я догадывалась, что здесь никуда нет. Тут даже рыбы нет. Я сейчас пойду возьму себе что-то сделаю. На самом деле, для тех, кто мясо ест, очень хороший букетик. Но не для меня. Пойду, короче, что-нибудь наберу. На бит. Шикарный. И с ним попробуем. Керос суп. Морковный. Пахнет, блядь, как вареная морковь. Ну, ладно. Сейчас что-нибудь попробуем еще. Ну, собственно, вот что получилось. Что-то можно найти в целом, блядь. Походу, если не срать морковкой буду. Приятного, блядь, лепетита нахуй. Что сказать, что сказать. Блядь, солнечно уже, блядь, уже жарко. Пошли, все посмотрели. Красивое место. Действительно, очень хорошо, что пока что народу нет. Я думаю, что в ближайшем будущем, где-то через полгода, точно уже здесь кишить все будет. В целом, для тех, кто боится высоты, скорее всего, это будет не страшно. Но, опять же, я не знаю, насколько вы боитесь высоты, да? Вот. Ну, в общем, место прикольное. Стоит посетить. 500 бат, ну, не жалко. Тем более, когда платишь не ты. У вас еще буфет в подарок. Для мясоедов прям вообще заебись. Для тех, кто не ест рыбу и мясо, для тех, ну, чуть-чуть поскромнее будет.